Ну и мы продолжаем следить за событиями в Варшаве, где сегодня с визитом находится Джо Байден. В Варшаве работает шеф-редактор телеканала Freedom Алексей Мацука. Он сейчас с нами на прямой связи. Алексей, добрый день. Видим, что картинка за вами изменилась. Уже огромное количество людей около президентского дворца. Расскажите об атмосфере и чего ожидаете? Ну здесь действительно атмосфера изменилась, музыки стало больше, людей стало больше. В основном молодежь, здесь разные возрастные вообще категории людей. Есть украинцы, есть американцы, есть поляки, есть разные представители различных других европейских стран. Люди приходят сюда, чтобы просто повидаться по-свойски, скажем так, с Джо Байденом, которого воспринимают скорее как друга, как своего старшего наставника и как человека, которому можно доверять. На фоне того, что мы сегодня видели в Москве, например, как выступал Путин, Джо Байдена здесь ожидают, конечно же, с большей восторженностью, с большим оптимизмом и с большим таким позитивным, я бы сказал, положительным настроем. Несмотря на то, что ожесточенные бои ведутся сейчас на Донбассе, несмотря на то, что миллион людей сейчас страдают от действий Владимира Путина, надежда все-таки есть, и эта надежда, она вот как раз и чувствуется здесь, в Варшаве, где ровно спустя год, как началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, снова выступает Джо Байден. Мы ожидаем, что он подведет определенные итоги и военной помощи, и гуманитарной помощи, и политической помощи Украине. Я напомню, вчера он объявил о 32-м пакете военной помощи нашей стране, Украине, и поэтому мы ждем, что и сегодня будет сделан еще ряд важнейших заявлений. И я отмечу еще, что важно, что сюда приходят, вот, я вижу очень много молодых людей, здесь местные, это поляки, они, я с некоторыми из них говорил, они высказывают, высказывают вот прям надежду на то, что это все закончится в нашем восточноевропейском регионе. Перед тем, как Байден прибыл в Польшу, вернее, в президентский дворец, вот его здесь лично встречал президент Дуда, и я предлагаю послушать, что Дуда сказал, и с каким месседжем он обратился к лидеру Соединенных Штатов. Это был экстраординарный жест, адресованный нашим союзникам по НАТО, а также тем, кто нарушает международное правило. Я хотел поблагодарить вас за вчерашний визит в Киев. Это был эффектный, чрезвычайно стратегический и политический ход. Чрезвычайно важный политический сигнал, в первую очередь для Украины. Он укрепляет боевой дух защитников Украины. А для нас большая честь принимать вас в Польше. Для нас всех это чрезвычайно важно и символично. Вчера, когда Байден был в Киеве, и встречался, и жал руки каждому из руководителей нашей страны, вы вспомните, Владимир Александрович Зеленский стоял рядом с президентом Байденом, и подходил Байден к каждому, к Андрею Ермаку дальше, к премьер-министру, к другим представителям власти украинской. Он общался с ними на очень такой дружеской ноте, скажем так. Как будто бы это близкие, давние друзья, союзники. Вот именно так это союзничество и выстраивается. Это то, о чем и сказал Дуда. Вот только что, что мы услышали. Как сам Байден описывает ситуацию, тоже давайте послушаем уже из сегодняшней речи президента США, произнесенной во время встречи с Дудой в президентском дворце. Обязательства США и наших союзников по поддержке Украины остаются в силе. Я об этом сказал президенту Зеленскому. Наша поддержка останется непоколебимой. Я хотел бы поблагодарить и господина президента Польши за помощь Украине. Удивительно то, что вы делаете. Я в прошлом году наблюдал, как женщины и дети, оставившие своих мужей, пересекали украинско-польскую границу. Это незабываемо. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал, кстати, на слова Путина насчет того, что якобы Запад угрожает России. Он сказал, что это абсурдное заявление. Никто не нападал на Россию. И это правда. Все мы с вами это знаем. Мы с вами не нападали на Россию. Салливан сказал, что существует определенный абсурд в идее, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины либо кого-то другого. И тем самым Салливан анонсировал выступление Байдена 18.30 по Киеву здесь, в Варшаве. Но, опять-таки, я уже в предыдущем ключе говорил на канале Freedom, что это не будет, это не будет ответом Джо Байдена, президенту Путину, на его призыв к разрушению мировой архитектуры безопасности, с чем Путин и вышел сегодня с основным заявлением, что необходимо прекратить действие договора о нераспространении ядерного оружия, или это проще в экспертном сообществе называется СНВ-3. Но и я думаю, что какая-то реакция последует в дальнейшем на это. Не факт, что лично от Байдена, но в любом случае от экспертного сообщества и политического точно. Боррель, глава европейской дипломатии, уже по этому поводу высказался. Я думаю, обо всем этом подробнее еще будем говорить в эфире Freedom. Но если сейчас у вас есть вопросы о том, что происходит в Варшаве, я с удовольствием вам отвечу. Алексей, ну мы видим, что действительно огромное количество людей. Я так понимаю, уже через два часа ожидается этот выход к прессе, ожидается эта встреча. Будем за этим за всем наблюдать и будем ждать этого разговора Байдена в эфире Freedom, а собственно в прямом эфире. на русском языке, как вы и говорили. Да, спасибо. И я надеюсь, что наша аудитория и в России, и не только, но и по всему миру, кто говорит на русском языке, сможет без купюр и без, главное, манипуляций тех, кто на зарплате находится у Владимира Путина, услышать действительность такой, которая она есть. Спасибо вам, коллеги, что дали мне возможность рассказать вам прямо из Варшавы, что здесь происходит. Спасибо вам, Алексей. Алексей Мацука, шеф-редактор телеканала Freedom, был с нами в эфире Freedom из Варшавы. Всего доброго.